Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Кристины Алексеева. Мера поддержки по бесплатному обучению молодых мам и людей старше 50 лет с начала 2021 года распространяется на всех жителей края, потерявших работу. Такая возможность появилась в рамках нового регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об успехах реализации сегодня в студии расскажет Борис Семеняк, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Борис Викторович, здравствуйте! Добрый день! Расскажите в целом о программе «Содействие занятости». Сколько она действует в крае, ее особенности? Комплекс мероприятий по профессиональному обучению граждан различных категорий у нас включен в государственную программу Ставропольского края. Это такой комплексный документ, куда входит несколько подпрограмм. Здесь и мероприятия по трудоустройству инвалидов, здесь и молодежная занятость, адаптация наших подростков, здесь и временные общественные работы для граждан, которые ищут подработку, здесь и несколько направлений программ профессиональной подготовки и переподготовки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». Государственная программа у нас разрабатывается на три года вперед, и каждый год смотрим, анализируем. Не было еще ни одного года, когда она повторялась, потому что в зависимости от ситуации в экономике, политической ситуации, в различных сферах происходят различные изменения, и нам нужно не только смотреть наперед в долгосрочной перспективе, какие кадры будут требоваться нашей экономике, по каким направлениям профподготовки и переподготовки нужно работать со взрослым населением, когда реалии складываются таковы, что без реализации и внедрения программ переобучения наши граждане не смогут найти работу. В прошлом году, как вы помните, в связи с тяжелой политической ситуацией наша программа существенно трансформировалась, и бюджет ее значительно увеличился. Для сравнения, в среднем региональный бюджет составлял 50 миллионов рублей. В прошлом году мы разрешлись до 550 миллионов рублей. Да, это был некий резерв, это была перестраховка на опасения, на прогнозы массового высвобождения персонала. А этот персонал в случае высвобождения мы также должны были учить. Это новая категория, которая добавилась в прошлом году, помимо граждан старшего поколения 50+. Но уже к марту мы увидели, что наши опасения не оправдались. Наши предприятия и организации отчасти выровняли ситуацию, сняли прогнозы по высвобождению. А массовых высвобождений у нас, в принципе, ни разу не было заявлено. И часть средств по запросу Минтруда России мы смогли вернуть. В итоге наш бюджет годовой сложился в 150 миллионов рублей, 50 миллионов рублей из которых это средства, направленные были на трудоустройство, поддержку занятости молодежи и инвалидов. И порядка 100 миллионов рублей как раз-таки были выделены на дополнительные мероприятия по сохранению персонала, чтобы предприятия их не увольняли. Мы предоставляли им трехмесячный период, когда в организациях складывалась ситуация простой, неполного рабочего дня. Эти средства и содержание этого персонала мы переводили за свой счет, а предприятия решали свои экономические проблемы. И тогда мы параллельно заводили программы переобучения персонала, чтобы под потребности предприятия, по переоснащению, под модернизацию наши предприятия могли перевести свой персонал на новые производственные участки. Программа была перевыполнена практически в два раза. При изначальной заявке 1800 человек мы завершили только по основному направлению. Около 3300 человек стали участниками программы обучения. Ну и дополнительно за счет средств регионального бюджета мы направили на обучение порядка 1200 безработных граждан. А какие направления переобучения сегодня, не то чтобы в тренде или популярны, а, наверное, востребованы? И имеет ли значение та профессия, в которой ранее работал человек? Вот он потерял работу, вы его переобучили, как-то коррелирует новая профессия с той прошлой? Или же можно выбрать только из тех, которые вы предоставляете? В обязательном порядке мы каждый год утверждаем перечень образовательных программ. При составлении перечня ориентируемся на анализ ситуации на рынке труда и прогнозы его развития. Ну, во-первых, каждый год мы составляем долгосрочный прогноз потребностей в кадрах. Определили перечень организаций, с которыми сотрудничаем ежегодно. Это больше четырех с половиной тысяч организаций, в том числе малый и средний бизнес. В обязательном порядке малый бизнес является одним из наших ключевых партнеров. Спрашиваем, кто требуется сейчас, кто будет требоваться в ближайшую перспективу в связи с увольнением, переводами и так далее. И кто будет требоваться в долгосрочной перспективе. Плюс ко всему, наш прогноз семилетний ложится в основу контрольных цифр приема обучающихся на последующих курсах профессиональных образовательных организаций, организаций высшего профессионального образования. Наш анализ использует наш Миноборг Краевой для работы с их сетью подведомственных организаций профессионального образования. При составлении перечня в обязательном порядке анализируем и тот состав безработных граждан, который у нас на сегодня находится. Обязательном порядке составляем индивидуальные планы трудоустройства, чтобы понимать, по какой причине мы до сих пор данному человеку не подобрали работу. Кроме того, не всякие граждане желают дальше быть наемным работником. Кто-то подошел к осознанию того, что это будет собственное производство, собственное предпринимательство. Может быть, я хочу встать на налоговый учет и быть в качестве самозанятого. Здесь немножко другая ситуация. Здесь также мы проводим опросы граждан, по каким направлениям подготовки они бы хотели приобрести новые компетенции. Отвечая на ваш вопрос, зачастую мы не сильно отклоняемся от того образования и стажа работы, которое было в базе. Потому что, да, в корне поменять ситуацию, совсем в другую сферу внедрить человека, да, это не всегда просто получается. Хотя такие примеры тоже есть. Когда у нас люди, не связанные ранее с производством, открывали какое-то свое маленькое дело, получали меры финансовой поддержки. У нас таких есть несколько программ. Мы организовывали собственное производство. Спустя три года я вспоминаю несколько примеров. Это достаточно успешные проекты, которые впоследствии пошли и дальше в наш краевой фонд поддержки предпринимательства, наш краевой фонд микрозаймов, которые получили дополнительные меры поддержки, заемные средства и смогли дальше развить свое производство. Поэтому при опросе и при составлении перечни программ мы в обязательном порядке опрашиваем работодателей всех сфер деятельности и, с другой стороны, самих граждан. Составив перечень, согласуем его с федеральными операторами. С 2019 года у нас в рамках нацпроекта «Демография» проекта «Содействие занятости» была запущена эта программа. С 2020 года были определены новые федеральные операторы. Их три. Это Российская Академия Народного Хозяйства при Президенте. Это Академия Молодые Профессионалы, бывший WorldSkills. И Томский Государственный научно-наследовательский институт. Три федеральных оператора определяют на местах в регионах региональные операторы, образовательные площадки, партнеры. Мы также с ними согласуем перечень образовательных программ. Плюс ко всему получаем от них предложения по их направлениям. Дальше эта программа и перечень программ запускается среди безработного населения. Прежде всего, среди населения, ищущего работу. Ну и так как у нас основные, ключевые две категории обучаемых, это гражданами старшего поколения, а также женщины, у которых есть дети дошкольного возраста. Первые, состоящие в трудовых отношениях в декретном отпуске. И вторые, не состоящие в трудовых отношениях с детьми до 7 лет. Поэтому мы через органы труда и социальной защиты, через отделение пенсионного фонда, через работодателей, где работают работники данных категорий, проводим такие сплошные опросы. Набрали людей, распределили по категориям обучаемых, дальше сформировали группы и начинаем обучаться. Зачастую получается так, что 1-2 на компетенцию записался. Поэтому либо предлагаем нашим гражданам подумать, может быть, что-то поменять, либо немножко возникает пауза, ожидание, когда мы наберем 2, 3, 5, и уже с 7-10 человек уже можем стартовать, как полноценная обучаемая группа. Кроме того, у нас, как вы знаете, все программы, они допускаются в дистанционном, обучение в дистанционном формате. Не нужно никуда ездить, но единственное, может быть, будет необходимость поехать на итоговую аттестацию и экзамен для получения диплома. А так весь обучающий курс проходит как раз-таки дома, не выходя из дома, а занимаясь своими делами, нашими женщинами, с детьми. А удобно ли это? Так ли можно в дистанционном формате получить знания? Как равнозначно ли это оффлайн-встречи, на практике что-то? И востребован ли дистанционный формат сейчас? Если мы говорим про период пандемии, тогда вообще было все активно, а сейчас ушло вот это недоверие к этому формату? Мы и сами долго сопротивлялись. 20-й год нас вообще заставил это сделать. И я помню отлично, наверное, там, апрель, да, март, апрель, май, когда образовательные организации поголовно начали к нам обращаться с вопросами, и как быть. Не все профессиональные образовательные программы возможно реализовать через дистанционный курс. Потому что есть масса практических дисциплин. Спросите меня, где сейчас, какие направления подготовки мы реализуем? Сфера услуг. Санаторно-курортный комплекс, горничные, администраторы гостиниц, администраторы сараториев, разнообразный медицинский персонал. Отчасти ряд часов можно перевести в дистанционный формат, но наши образовательные организации, мы принципиально работаем только с учебными центрами, находящимися на территории края. Хотя к нам в качестве партнеров поступают предложения из других регионов. Можно вот мы там поработаем, у нас есть большой опыт. Задаем вопрос, а где гибкость? Где ваша возможность сразу приехать куда-нибудь в Ясентуки или в Железноводск, зайти в тот или иной санаторий? Потому что, как я уже сказал, мы же организации опрашиваем. Вот санаторий выходит к нам с предложением, потому что они в последние 2-3 года значительно расширили свои койко-места, да, у них есть дополнительно набранный персонал, но в части повышения компетенции они бы хотели пройти программы повышения квалификации или переобучения. И вот наш учебный образовательный центр, который находится на территории края, выдвигается в эту организацию и организует уже производственное, так скажем так, обучение. Поэтому не все образовательные программы можно реализовать за счет дистанционных форм, вот какие-то общие отраслевые дисциплины, да, но в любом случае в каждой обучающей программе, если вы посмотрите, где-то больше, где-то меньше практических занятий. И уже непосредственно общение с преподавателем и с мастерами-наставниками уже в рамках производственной практики перед сдачей экзаменов. Чаще как получается, вы находите тех людей, которые готовы переобучиться, хотят, сообщила организация, или же они сами обращаются куда-то в Министерство труда и социальной защиты населения? У нас есть общий федеральный портал. Мы достаточно плотно в последнее время занимаемся социальной рекламой, когда стараемся через средства у вас информации, с вашей помощью, довести информацию до граждан о том, что реализуется такая или иная программа. Портал, или единая цифровая платформа, называется «Работа в России». Сразу на первой странице этого портала вы увидите несколько предложений по участию в той или иной программе, в том числе программе по обучению и повышению квалификации. Если в прошлом году у нас, как я уже отметил, был план 1800 человек, мы целенаправленно, адресным способом набрали эти 1800 человек, то в итоге мы завершили программу 3300. Оставшиеся как раз-таки те, которые мы перевыполнили, это люди, которые услышали, благодаря нашей с вами информационной кампании, обратились. Мы их посопровождали, потому что необходимо не только правильно определиться нам с гражданами, какая профессия, компетенция нужна, но и также еще и форма подготовки. Может быть, тебе не нужна повышение квалификации, нужна переподготовка полностью или наоборот. Переподготовка – это долго, это порядка больше 200 часов. В данном случае вам достаточно с учетом вашей знаний и компетенций. После того, как наш карьерный консультант с ним поработает, проведет профориентацию, вам достаточно просто курс повышения квалификации. Мы нашли вам работодателя, он вас ждет, поэтому не затягивайтесь обучением, как можно скорее возвращайтесь на производство. Давайте подробнее о тех, кто может принять участие в программе, то есть что для этого нужно, кем ты должен являться, чтобы стать участником содействия занятости. Как я уже отметил, в прошлом году значительно расширились категории граждан, которые могут принять участие в программах обучения и переобучения. Первое – это безработные граждане, состоящие на учете в наших центрах занятости Ставропольского края и являющиеся таковыми. В случае, если наши граждане в настоящее время безработные получают пособие по безработице, то при направлении на обучение социальные выплаты не прекращаются. Мы продолжаем платить пособие, но в связи с началом периода обучения. Здесь есть меры социальной поддержки. Дальше пошли. Продолжаем обучать граждан старшего поколения, называемых бережно студенты 50+. Важная для нас тема не первый год. Как вы помните, мы начинали реализовать эту программу за счет средств регионального бюджета. Потом уже она трансформировалась в национальные программы. Совсем другие объемы финансирования, конечно, пошли. Поэтому обучение граждан старшего поколения для нас особо важно, потому что нужно понимать, что с учетом такой тяжелой демографической ситуации, когда молодого поколения трудоспособного становится меньше, чем поколение взрослеющего, поэтому необходимо принимать меры, в том числе по продлению трудовой деятельности. И люди, ввиду отсутствия здоровья, потери здоровья, потери компетенций, ввиду желания перевестись совсем, как вы уже сказали, есть там у нас примеры, когда совсем другую отрасль перешел. Да, конечно, есть. Или в дистанционный формат, может быть, даже переход. Абсолютно верно, да. Удаленная работа и так далее. Поэтому для граждан старшего поколения у нас продолжает реализоваться отдельная программа, отдельный перечень программ. Хотя, если посмотреть, у нас зачастую, вот мы сколько присутствовали на занятиях, у нас люди старшего поколения достаточно прогрессивные. Прогрессивные, активные. Прогрессивные, абсолютно. Если раньше мы говорили, нужно компьютеру обучить, они наверняка уже научат. Тени, они тебя еще много научат. Научат, да, чем наши преподаватели, поэтому это здорово. Мы эту тему не снимаем с повестки дня. Я думаю, что она будет достаточно долгосрочная. Следующая категория – это наши мамочки, женщины с детьми дошкольного возраста. Как я уже отметил, выделяем две категории. Женщины не заняты в трудовых отношениях, но у них деткам до 7 лет должно быть. И вторые женщины заняты в трудовых отношениях. Здесь женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Программа тоже важна и нужна, потому что длительный отпуск по уходу за ребенком зачастую связан с потерей компетенции, знаний. Тебе нужно возвращаться на работу, как это сделать. В компании что-то поменялось, участка моего... Жизнь поменялась. Жизнь поменялась, участка нет, новые какие-то программы реализованы. Поэтому мы совместно работодатель, наша будущая мама, которая выйдет на работу в будущем. И мы, как центр занятости, и наша уже четвертая сторона, образовательный центр, помогаем вместе разобраться, все-таки какая программа тебе нужна, чтобы ты подтянула свои знания назад и уже легко начала возвращаться на работу. Сначала по какому-то гибкому графику, а потом постепенно, чтобы твое возвращение на работу было максимально комфортным. Следующая категория уже как раз-таки добавилась в прошлом году у нас, как я уже сказал, это работники предприятий, организации, находящиеся под риском увольнения. Такая вот страшная, пугающая фраза, но под риском увольнения... По какой причине? Чаще всего сокращение? Нет, объединяют в себе четыре подкатегории. Первая – это те работники, которые ввиду экономических причин и проблем в организации были объявлены к увольнению. Вторая категория работников – еще работающие, но работающие, переведенные на неполный рабочий день. Третья категория – это работники, не работающие, находящиеся в режиме простоя при остановке производств. И последняя категория – это также не работающие, отправленные в связи с экономическими проблемами предприятия в неоплачиваемые отпуска. Такая ситуация сложилась на предприятии не просто так. Значит, у него возникли проблемы, в том числе из-за санкционного давления. И как вы помните, в начале прошлого года у нас достаточно напряженная ситуация на рынке труда. Порядка пяти тысяч человек было заявлено нашими предприятиями к увольнению. Две тысячи из них мы подхватили, а три тысячи – все-таки процесс увольнения не состоялся. И вот те 100 миллионов рублей, 103 миллиона рублей, о которых я сказал, это как раз-таки средства, которые были направлены работодателем на сохранение этого персонала. Две тысячи работников в итоге не были уволены. И параллельно, как я уже отметил, мы запускали программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, чтобы наши работники оставались либо в этом производственном подразделении, либо были переведены в другое направление. Ну и остается у нас молодежь до 35 лет и учащиеся последних курсов института. Здесь тоже есть две такие отдельные категории населения. Программа, долгосрочная программа занятости молодежи у нас в Ставропольском крае принята еще в прошлом году. Она включает в себе также целый комплекс мер, в том числе программы по стажировке. Закончил институт, пришел к работодателю, работодатель тебя брать не хочет, знаний у тебя недостаточно. Поэтому мы вклиниваемся в этот процесс согласования, предлагаем работодателю меру субсидированной поддержки, берем на себя трехмесячное содержание этого молодого специалиста, находим для него наставника. Наставник у нас еще на нашем финансовом обеспечении. Все, срослись, друг другу понравились. Он в будущем либо остается работать в этой организации, либо может уже устроиться в другую организацию, имея на руках трудовую книжку и начальный этап работы. Мы сегодня так часто говорим о том, что в современном быстро меняющемся мире нужно уметь так же быстро менять область деятельности своей, как-то видоизменять свои компетенции. Именно поэтому содействие занятости сегодня так популярно или все-таки больше актуальна здесь проблема безработицы? Безработица, она всегда будет. Если мы говорим о прошлом годе, и результаты у нас неплохие, мы закончили достаточно год позитивно. Полпроцента безработицы, такого не было никогда. Но за такой маленькой цифрой вскрывается куча проблем. Одна из них, из десяти пришедших к нам, только шесть человек нашли работу. Четыре человека мы так и не смогли помочь. Либо они не дождались предложения работы и снялись с учета, либо еще процесс трудоустройства не закончился, они участвуют в программах обучения. Поэтому будет хорошо тогда, когда все из пришедших к нам смогут в короткое время найти варианты трудоустройства. Что сдерживает? И эти, кстати, направления в том числе содержатся в целях, идеях и задачах национального проекта. Ключевое направление, конечно же, программа профессиональной подготовки. Это программа, направленная на улучшение качества трудовых ресурсов. Из-за низкой компетенции граждан зачастую и процесс безработицы длится очень долго. Для сравнения, у нас в Ставропольском крае в среднем люди ищут работу не менее четырех месяцев. Кто-то за день, за неделю. Но есть и длительные примеры, когда в течение четырех месяцев не можешь найти работу. Понятно, что два месяца из них он пытался искать сам, а только потом обратился к нам. Но, тем не менее, даже те развитые информационные ресурсы, которые на сегодня в нашей стране существуют, даже они не всегда могут помочь нашим гражданам найти работу, не приходя в Центр Зайца. Не хочу к вам идти, могу сам найти. Пожалуйста, вот тебе портал «Работа в России». А что там происходит? А там работодатели не все. Посмотрите, по данным налогового учета, у нас в крае юридических лиц порядка 40 тысяч. И малый микробизнес порядка 80 тысяч. Да, это индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства. Так вот, в качестве партнеров, работодателей, которые предоставляют нам вакансии, угадайте сколько, всего 8 тысяч. А где остальные? Не хотят с нами работать? Возможно, где-то они правы. Потому что два-три примера обращения в Центр занятости, а мы им не могли подобрать работу. А что ж я время потерял? У меня и работников не подошли. А не подобрали. Граждане не хотят к нам обращаться пока. А что у вас делать? У вас работы нет? Согласен. При таком количестве вакансий, может быть, и вариантов трудоустройства нет. Если это города крупные, краевого значения, здесь работают чуть проще и по зарплатами интереснее. Если это сельская местность и отдаленная сельская территория, здесь совсем другая ситуация. Люди зачастую разочарованы. Это в итоге сказывается и складывается на закрепляемости нашей молодежи. День, два, три месяц не нашел, уехал в город, все, село этого специалиста потеряло. Поэтому как раз-таки на эти задачи и решение этих проблем нацелен наш национальный проект содействия занятости, чтобы мы к каждой проблеме подходили не только комплексно, но и адресно, индивидуально. Из общей массы нужно нам видеть каждого безработного, чтобы понятнее вникнуть в те проблемы, с которыми он сейчас живет. Планы на 2023 год у вас какие? Не останавливаемся. Программу ДОПМЕР по сохранению увольняемого персонала продолжаем. Конечно же, бюджет со 103 миллионов на сегодня до 45 снизился. Этого достаточно, чтобы поддержать те предприятия, которых еще потряхивает с прошлого года, не все еще восстановились. Программа обучения различных категорий, те, что я перечислил, продолжаем. Планы на этот год, я думаю, что не менее 2000 человек мы постараемся в этом году переобучить и дополнительные заявки наших граждан также постараемся рассмотреть и реализовать. Тем более, в течение года несколько раз происходит перераспределение контрольных цифр между регионом, когда мы можем выручить те регионы, у которых либо медленная реализация, либо у них нет необходимости в таком количестве обучаемых. Продолжаем программы стажировки молодежи и выпускников. Здесь мы бюджет полностью сохранили, как я уже отметил. Продолжаем программы грантовой поддержки трудоустройства инвалидов. Помимо прочего, как я уже отметил, здесь трехмесячное содержание инвалидов за наш счет центра занято. Здесь еще и выплата гранта работодателю, принимающего на работу инвалидов в размере 75 тысяч. Пожалуйста, покупай ему любое оборудование и труд инвалида для тебя на его рабочем месте станет более комфортным. Однозначно продолжаем программу трудовой адаптации наших подростков. В этом году не менее 10 тысяч ребят и девчат будут заняты в летное время временной занятостью, чтобы они не были предоставлены сами себе. Это в обязательном порядке у нас в обойме программы профессиональной ориентации, опросы граждан, работодателей. Это долгосрочный следующий прогноз. Нам обязательно его на следующие 7 лет нужно составить и посмотреть, как изменилась ситуация за счет прошедшего уже года, за счет такой тяжелой экономической ситуации, которая у нас была в прошлом году, за счет восстановления ряда предприятий, потребность изменилась. Обязательно есть у нас в обойме программы поддержки начинающих предпринимателей. У нас есть два вида субсидий, как стартовый капитал. Один из них программа социального контракта, вы знаете, да, это хорошая сумма 350 тысяч рублей молодым начинающим предпринимателям на дальнейшее развитие бизнеса. Вот в комплексе все это наша государственная программа развития труда и занятости и наша программа повышения квалификации наших жителей края. Планы грандиозные. Мы вам, как всегда, желаем успехов в реализации. Было очень интересно, я думаю, полезно и многим нашим зрителям, потому что информация звучала нужная. Я думаю, что многие также заинтересуются и могут в любое время обратиться к вам в Центр занятости. Конечно. Нам важно сейчас дойти до всех и до каждого. Обращаюсь не только к гражданам о возможности принять участие в программах трудоустройства. Не сидите со своей проблемой, обращайтесь в Центр занятости, а также обращаюсь и к работодателю, к нашим постоянным партнерам. Если вы таковым еще и не являетесь, обращайтесь к нам. Мы постараемся максимально быстро и качественно подобрать вам новый персонал. Спасибо, Борис Викторович. До новых встреч. Благодарю. Об успехах реализации рассказал сегодня Борис Семеняк, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Вы смотрели актуальное интервью. С вами была Кристина Алексеева. Не переключайтесь и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова